Махараджа Александр В 2023 году на даче в Подмосковье Мы по-прежнему в России И сегодня мы поговорим на темы будущего президентства США Но прежде всего я хотел бы, чтобы уже по доброй традиции Арчена сказала несколько слов для наших зрителей Пожалуйста, Арчена Я хочу отправить мою огромную благодарность Для всех наших удивительных, прекрасных подписчиков и зрителей Я читаю ваши комментарии и я чувствую эту энергию, энергию восхищения, энергию благодарности, энергию света исходящего от вас Я вижу по вашим комментариям, что вы всегда в поисках правды, всегда в поисках света И я тоже люблю вас очень-очень сильно Друзья, я уже не раз обращался к вам и обращаюсь снова Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал в самом начале видео Это важно для алгоритмов Ютуба Тогда Ютуб распространяет видео на самую широкую аудиторию Но еще один очень важный момент, которым хочу сказать Пожалуйста, досматривайте видео до конца Это очень важно, потому что только те видео, которые зрители досматривают до конца Только эти видео распространяет Ютуб Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного Прошлые выборы прошли с огромным скандалом Трамп утверждал, что у него украли победу И действительно тогда вышло видео, если вы помните, кто-то самые наши преданные поклонники В которых Арчена говорила, что на самом деле тогда победил Трамп И победу у него действительно украли От того, кого выберут на следующих выборах, зависит очень много Сейчас Трамп прямо говорит о том, что остановит войну между Россией и Украиной за один день Но, собственно, остановить он это может только одним образом Прекратив поставки всех вооружений для Украины Тогда действительно война может закончиться быстро Для самой Америки тоже, конечно, очень важно Америка сейчас раскололась на два огромных лагеря Лагеря, которые поддерживают традиционные ценности Лагеря, которые в основном составляют белые избиратели Вот они в большей своей массе именно за Трампа И лагеря, которые в основном составляют мигранты Люди цветной кожи А также всевозможные ЛГБТ и прочие Которые, кстати говоря, как выяснилось по опросу Сейчас в Америке уже 20% этих населения ЛГБТ Хотя в прошлом было нормальное 5-6%, сейчас уже 20% Так что пропаганда это растет Количество людей ЛГБТ растет И, соответственно, растет эта поддержка Байдена И вот эти две группы людей С одной стороны цветные ЛГБТ Всевозможные люмпины, живущие на социальное пособие С другой стороны хранители традиционных ценностей Которые хотят видеть Америку великой процветающей страной Вот они внутри очень сильно друг друга ненавидят И ситуация настолько острая Что она может привести, в принципе, и к гражданской войне в США Очень-очень она нагнетается Поэтому мы сегодня поговорим с Арченой и о том Кто будет следующим президентом США Поговорим и о том, к чему это приведет Сейчас, надо еще об этом несколько слов, конечно, сказать Трамп стал первым президентом Соединенных Штатов На которого заведено уголовное дело И вплоть до того, что он уже побывал в тюрьме С него сняли эти тюремные фотографии Отпечатки пальцев И выпустили под залог в 200 тысяч долларов Против Трампа выдвинуто в общей сложности 91 обвинение Четыре выделенных, четыре крупных дела По которым в совокупности он мог бы получить 700 лет тюрьмы Но в реальности может получить год, два или три Может быть даже в худшем сценарии 20 лет Что для его возраста будет все равно пожизненному И это может выбить его вообще из президентской гонки Но позади этого процесса Тогда находятся те десятки миллионов избирателей От республиканской партии Для которых Трамп это единственный кандидат Если их единственного кандидата Таким образом снимут с выборов, посадив в тюрьму То, по сути говоря, это вызовет Огромный шквал народного протеста Америка просто вздрогнет И других кандидатов как будто и нет Как будто и нет, потому что мы видим Что все другие сильно отстают И опять только два этих старца Преклонный старец уже Джо Байден И приближающийся к нему Трамп Вот единственные эти два старца Кто может править Америкой Так что мой первый вопрос, Арчене, будет о том Получит ли Трамп реальный тюремный срок И вытекающий из него следующий вопрос Будет ли он допущен к следующим выборам президента Далин, что ты видишь? Ты видишь, что Трамп будет реальный преступник И он будет в пенсию? Или они будут его отпустили и он будет в избежание? Они будет его блокировать или нет? Я вижу, что Трамп, да, он будет в течение всех этих борьбов с несколькими и тяжелыми борьбами, и он будет через это, но я также вижу, что он будет восстанавливаться от всех этих вещей. Да, я вижу, что Трампу придется столкнуться со всей этой помойкой, со всей этой грязью, которую будут его поливать, но также я вижу и то, что в тюрьму его не посадят, что он победит в этой схватке. И я не вижу такого, чтобы они смогли его полностью остановить от участия в выборах президента. Это очень мизерный шанс того, что им удастся его полностью отстранить от выборов. Мы увидим много событий, которые будут связаны с кармическими энергиями. Мы увидим много событий, которые будут связаны с кармическими энергиями. И в этом году 2024, в связи с этой выборой, это будет один из самых интересных и самых скандаловых событий, которые мы видели в истории США. И следующий год 2024, год выборов президента в США, это будет один из самых интересных и один из самых скандальных лет в истории существования Соединенных Штатов. Потому что энергия уже окружена в этой выборах, которая не в соответствии с правой. И уже я вижу, что очень будет нечестная игра в этих выборах. Это не означает, что Трампу удастся выскочить из-под всех объединений. Обвинения против него будут тяжкие и они будут продолжаться. Это только официально, но... Но только официально. То есть правильно ли я понимаю, что им не удастся ни посадить в тюрьму Трампа, ни отстранить его от участия в выборах. То есть, это правило, что они не будут вставить его в презон, и они не будут вставить его в выборах. Да, они будут делать все, что возможно, чтобы его отстранить от выборов, испачкать в грязи, извалять. Предсказания знаменитой праведицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Хорошо, но кто же все-таки победит тогда на выборах? Трамп или Байден? Таким образом, кто будет победить в выборах? Трамп или Байден? Энергия слишком сложная здесь. Энергия очень сложная здесь. И это очень полезно в понимании, что будет происходить. Таким образом, я вижу, что Демократическое партия здесь имеет больше удовольствия, чем победить, но она не подлежит с правой. Поскольку Демократическое партия – это и есть то самое глубинное государство, которое поддерживает нынешнюю власть, то у них есть все шансы снова победить. И также Демократическое партия имеет огромное медиа, которое их поддерживает. И они владеют многие огромные медиа. И они будут продвигать очень много информации, которая не подлежит с правой. И заставлять людей верить в то, что они хотят, чтобы люди верили. Мы увидим огромное количество лжи, которое будет распространяться по всему миру. И я вижу, что Республиканская партия, у нее будет много симпатий от людей. Но похоже дело, что демократы своего власть им не отдадут. То есть, если демократы власть не отдадут, а симпатии людей будут на стороне республиканцев, это же ведь ложь, которая может спровоцировать огромные протесты, это же может спровоцировать людей на агрессию, на протесты, на восстания, даже на гражданскую войну. Что об этом видит Арчена? Я вижу энергию революции внутри страны. Я вижу, что будет очень огромное гражданское беспокойство в стране. И это не так, что будет навстречено стране, где никто не ожидал, что это очень неизвестно. И никто не ожидает, что никто не ожидал. Никто из них действительно видит идею или прохождение, что что может случиться, так что это такое. То есть, события будут настолько грандиозные, что сейчас их никто даже представить. Не может, они перевернут все в Америке. И это будет умереть, что это имеет энергия, скорость от огонь. Это имеет энергию молнии. я вижу огромную энергию злости народной огромную энергию горя и разочарования я вижу, что грядет внутреннее разделение в стране я вижу огромную энергию депрессии, горя, несчастья внутри Америки я вижу, что старые жители Америки будут в горе от того, что никогда не видели свою страну такой но я вижу, что в данном времени, в данном времени, в данном времени, есть многие страны, которые уже хотят уничтожить и я вижу, что уже есть много штатов, которые будут хотят отделиться от Соединенных Штатов после этих выборов в 2024 году все эти процессы разделения, горя, депрессия, агрессия и прочего они только усилятся я вижу, что многие гражданские люди потеряют свои жизни предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного и последствия, которые будут от этих событий, они не пройдут ни за год, ни за два они будут на многие поколения вперед иметь эффект я вижу, что очень тяжелые времена ждут Соединенные Штаты и на энергетическом уровне это уже происходит и также, я вижу, что энергия Соединенных Штатов будет деградироваться до такого низкого уровня как... это ничего не так, как мы знали Соединенные Штаты в прошлом энергия Соединенных Штатов изменится это будут другие Соединенные Штаты, не те, которые мы привыкли видеть и больше, чем они хотят контролировать и больше, чем они хотят контролировать мир это будет привыкли к энергии и это будет вызвать много болезненных событий и больше, чем они хотят контролировать других стран тем больше это будет привыкли к их внутренним проблемам и к внутренней депрессии и в этом году, я также вижу, что флот иммигранты будет выпрыгнуть в страны и много преступных случаев будет увеличиваться я вижу, что огромное столпотворение мигрантов вваливается в США и огромная криминальная ситуация нарастает украшение в другом и я вижу, что это несколько делается в энергии и так далее происходит То, что произошло, уже разделение, трещина на энергетическом уровне, это на энергетическом уровне уже произошло. Сейчас это будет на земном. И мы будем видеть внутреннее разделение внутри Америки. И я вижу, что хорошие семьи, которые следуют моральным законам. Они будут особенно страдать от тех негативных изменений, которые происходят и будут происходить в США. Я вижу нарастание преступности, воровства различного криминала в США. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Времена депрессии, кризиса. Минавипент Также мы увидим на политическом уровне один из самых скандалных событий. Но ждут в следующем году и годах огромные скандалы в политическую сферу США. И после этого года в 2024 году мы увидим многие страны, которые хотят избавиться от этой энергии Соединенных Штатов. И после этих скандалных выборов мы увидим огромное количество стран, которые будут потихонечку разъединяться от Соединенных Штатов и отходить все больше. И США также потеряется больше и больше после этого года. После этих выборов в 2024 году США будут терять свою силу все больше и больше. Но никто не может уже остановить эту энергию, которая катится как снежный ком. Предсказания знаменитой проведицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Что ж, вот то, что ждет США на следующих выборах и после них. Какое-нибудь, может быть, божественное послание для жителей США? Власть всегда хочет разделять. Только когда она вас разделяет, она легче вами управляет. Они могут контролировать вас, потому что вы сами отдаете им свою силу. Когда вы голосуете, даже тогда вы отдаете свою силу кому-то другому. Потому что люди так уж запрограммированы, что они всегда думают, что кто-то другой сделает их жизнь лучше. Эту программу вас закладывали и закладывают тем, чтобы легче вами управлять. Так что берите контроль над вашей жизнью в собственные руки и сами делайте свою жизнь лучше. И прекратите отдавать вашу силу матрице. Потому что матрица специально создана так, чтобы заключать вас в ловушку. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за это важное послание. Спасибо, Арчена. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, поставьте ваш лайк. Напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Поделитесь этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших видео. Намастей. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok